ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 постоянно но хочется сказать что то что получалось это у нас и в первые годы и в сегодняшний несмотря на то что на усилии нас вознаградил Бог и то что у нас Варь отобрал в прошлый год сегодня я думаю объективно если бы мы не по правилу забили где-то есть проведение где-то есть минусы где-то есть плюсы но в целом очень я благодарен игрокам за самодачу игра очень тяжелая для всех игроков но все-таки они проявили волю и смотрели если есть вопросы то что может быть мощно полностью Мангель ходит к самому Мангель не Мангель Мангель во-первых конечно поздравление в первую очередь но действительно как Лобоновский сказал игра забывается но счет остается действительно счет остался в этом году мы два раза обыграли Локомотив но в стартовом составе на своем поле я не помню что без нападающего стартовый состав это ваша была задумка или сюрприз то есть Локомотив не понял объяснить только честно объяснить надо сложились обстоятельства что у нас сейчас фактически два направления если объективно которые ну как мы не раке основного состава соответствуют на свою очередь это Канеханов и Рубан Канеханов вы знаете пропустил по всей группе по болезни и ну сегодня еще он на сто процентов не был готов он объективно был готов на 30 минут там на 25 минут игра в силу функционального состояния и в силу если когда травмированное место оно не удерживает нагрузку просто вы можете выйти и сразу но все-таки с выходом Ганеханова я думаю все-таки игра постепенно начала перемещаться на чужую голову это вынуждение к сожалению мы не смогли допустим найти качественного нападающего еще и нужно было место или с Узбекистаном кому-то с какой-то команды взять наше местное или взять легионера ну тогда нужно было какого-то легионера местного удара там у нас попали с выходом свежего пирога не все решается решается всегда бывает решается на последнем то это содержало еще вот также и тоже это много примеров хорошо вот я что-то закончил опять не беспокоит вот вопрос такой кто из локомотива вам понравится чтобы у вас появилось желание чтобы на следующем году его в составе наоборот видят есть такая игра локомотива в каждой команде в каждой команде пусть это будет команда на последовательность на последовательность в серии в каждой команде есть игроки качественные всегда можно выделить игроков который локомотив очень много качественных игроков это легко рассуждать но сейчас мне не хочется застрять потому что мы взяли бы трансферная политика она требовательная если мы хотим кого мы кто понравится знаете с двумя тремя игроками мы вели переговоры как наши конкуренты узнали что конкуренты такие же команды или они продлили контакт или игрок с вами шел на более выгодных условиях чем мы было два три победы благодаря игроков руководство тренер тренерский штаб каждый раз разная игра получается и видно что нестабильная игра но сегодня команда как-то выглядела тяжело физически слабовато с чем это связано такая ли стабильность это первый вопрос второй вопрос на что мы можем рассчитывать в этом году на чемпионате и будет ли отличная игра и на кубке Узбекистана как вы думаете поделитесь своими предложениями спасибо ну я уже говорил что после прошлой игры мы находимся не на таком большом расстоянии игре и комендарь так складывается что каждый скажет сейчас мы сыграли только вторую игру второго круга еще у нас предстоит один стикл второго круга невзирая на то что какие-то проблемы есть трудности но эти игры доказали что команда имеет характер что она может добиваться даже не более приятных условиях несмотря на то что игра не складывается по нашему можно эти игры вытаскивать ну а то что касается биспл за таки функциональность состояния команды на 1 много сейчас вы видите все все много объема большой объема ни одной команде не уступает может в какой-то игре может чуть-чуть хуже объективно сказать что мы там уступаем нельзя где-то мы прибавляли и в втором тайме и сегодня в конце последние 15-20 минут мы случайно эти группы что если вы заметили 4-5 игроков вылаживается в конце не было сил они не смогли эти атаки довести до конца последний вопрос самая Бабаян Микель что это не понятно он мальчишки ждали это с приходом на что изменилось но приход вот каждого человека в штаб уровне тренер который возглавлял уже это говорит о уровне тех 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 то что где-то может какие-то детали но изменения конечно происходят внутри команды в целом это группы команды показатели в целом я думаю что в наших совместных работах только один такой команды так 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 как организация сам и салвичи захер уровня утром это если клуб вопрос если будет такой так это клуб вопрос внутренний вопрос это клуб Мы все тоже смотрим футбол и слышим разные мнения насчет физической подготовки команды. На мой взгляд, состояние физической подготовки на сегодняшнюю игру, она была неудовлетворительной. А те игроки, которые вышли из замены, да, они шли вперед, хотели себя проявить, показали. И вот Ибрагин Гальханов забил гол, показал. Я бы хотел спросить, может это повлияло отсутствие двух тренеров по физподготовке, Агустида и Баяна, которые сейчас на сегодняшний день отсутствуют в команде? Это первый вопрос. А второй вопрос, вы заменили Азим Ахмедов, хотели его поприветствовать. Он, к сожалению, по нашему мнению, некорректно отнесся по отношению, скажем, к главному тренеру. И вот, возможно, у вас после игры была какая-то беседа с ним, как, что и почему. На мой взгляд, я думаю, что на приветствии главного тренера любой игрок должен относиться с уважением. Спасибо. У нас еще раз, я еще раз хочу сказать, на счете, после игры с командой Джизайев, у нас пять человек не могли тренироваться. И, значит, один за два дня после тренировки и четверо за один день. Начинаем в пятницу, это гадость всех, а в пятницу остальные начали получить гадость. Конечно, это тоже, скажите, когда пять человек, они в силу повреждений не могли полностью, их нужно было восстанавливать, кому-то поздно делали, кому-то просто паузы дали. Все это сказано физически так. А то, что касается, там, руку не подал, он, кстати, подал, хотя бы не было. Не надо без этого раздумать, игроки в таком самом состоянии, напряжении. И, конечно, пев, он хотел выйти с игры, с победой. Счет был 0-0. Конечно, не долго тренировался. Это эмоциональное состояние игров, это наивычное, это точки кипения, особенно в конце. Одно дело, когда выиграешь 3-0, тебя меняют, он не поплошным может, и это здесь, когда такое неоплотимое. Так что, я думаю, нет необходимости, мы нормально в раздевалке общаемся, никаких проблем. Никаких проблем. Если какие-то возникают проблемы, я думаю, что у нас хватит и мастерства, и опыта, и мудрости. Вряд ли в эти моменты, все эти вперед, которые меняют. Так что, это, найти моменты? Можно оба. Можно оба. Пожалуйста. В Максу, мужик, у меня в Киевке. На оба ходу, да. Это, как в Киеве. Там же в Киеве, очень много. Он и в Киеве. Я помнаю, что у меня в Параде живет на оба ходу. После завершины сезона, ты еще. У меня контракт, но это конфиденция между клубом и работодателем и тренером. У меня контракт. Посчитать, нужно продлить, значит продлить. Я думаю, не это самое главное. Главное, что у нас было в Украине друг от друга и клубом тренеров и тренеров по руководству. Раньше было, что мне приходилось работать без контракта. Когда контрактов нет, просто пришел, главный тренер познатил, приказ по клубу. Когда увольняли, я даже не просил в 90-х годах, что компенсацию мне дать, это требуют, мне это заплатить. Кто заплатил? Значит, я не удовлетворял результат. Виктором Мальч, у меня предложение, пожелание только. В этом году, хотим или не хотим, исполняется 25 лет, как Набахор стал чемпионом под вашим гемонием. Предложение такое, возможно ли организовать, тогда в том году, в 1996 году тоже у нас было соперничество с ферганским нефчей. Возможно ли организовать в честь 25-летия Набахора товарищу игру с ферганским нефчей здесь на Мангане? Предложение такое, если это возможно, мы будем вас благодарить. Я думаю, что все зависит, если Набахор будет подниматься вверх, как раз вылезет, тогда хотя бы второе, третье место. Любую игру можно будет поместить в честь этого. Это символическая игра. В честь 20-летия. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова